здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня у нас с вами дегустация вин прошлого года подводим результаты подводим итоги пробовать мы будем два образца белых вин но не совсем белых я потом объясню почему и одно розовое и так и так смотрите у меня два образца белых и но я вам уже сказала что вы не совсем белых а значит вот это вино это смесь супа говардова и слэ но дело в том что она была сделана не по белой технологии а по красной то есть она выдерживалась несколько дней на мезге по моему около пяти и уже только потом снималась мезги и дображивала под затвором я потом покажу их чуть поближе конечно чуть-чуть интенсивность цвета у них отличается а вот это вино это антони великий и она уже была сделана а полностью по белому способу теперь смотрите показываю все это вам поближе как раз у нас закатное солнце и в принципе достаточно хорошо виден цвет единственное что вино холодное и поэтому здесь небольшая такая затуманенность на бокале сейчас его протру вот так будет лучше видно конечно я не совсем подготовилась и здесь у меня нет всего спектра винных бокалов которые должны быть и эти винные бокалы они не совсем подходят под белые вины но ничего страшно я думаю что это не столь существенно значит что касается цвета вот это которая сделана по оранжевому типу да вам может камера не совсем хорошо передает но она несколько темнее ну чуть 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 просто более золотистый цвет антони великий же совсем такой вот светленький попробуем еще вот так будет может быть лучше видно значит вот это вордовый супага с лм вот это антони великий по белому способу вот даже я попробовала поставить их рядышком на белом фоне чтобы вам было лучше видно конечно камера дает более желтый цвет чем вижу это я и это вино сделаны абсолютно без какого-либо добавление серы без каких-либо антиоксидантов всего остального без фильтрации то есть я ничего этого не использую единственное что антони великий я когда делала я окунала грозди в кипяток что это дает это разрушает окислительный фермент и поскольку я его делала полностью по белому способу то вот я это сделала вот этим образцом вордового супа гасала я не делала ничего при том как я вам уже сказала она у нас сбраживала по красному типу но со всеми этими образцами вин и потом мы еще будем смотреть розовое случилось одно досадное событие дело в том что зимой когда у нас был сильный мороз у меня были вина выставлены в бутыльях на криостабилизацию на балкон и пришел сильный мороз а я не подумала несмотря на то что балкон застекли что может быть что-то не так и она замерзла вот эти вина они после того как они перемерзли никакого глобального окисления вот этот антони великий нету цвет абсолютно нормальный характерный для белых и не все белые вина должны быть совсем идеально белыми ну в вордува супа гасала вообще без каких-либо обработок цвет мы видим да несмотря на то что это в общем то скажем так оранжевое вино без каких-либо добавок и мало того еще и перемерзшие на балконе никакого окисления здесь не произошло но к сожалению не везде так какое где произошло и об этом поговорим чуть позже но сейчас попробуем что что это все представляет собой на вкус что касается образца вордува супа гасалы имеется легкий запах свежего винограда а во вкусе вкус освежающим при том что я тоже не корректирован никакими сахарами не кислотами ничем абсолютно легкая кислинка присутствует именно такая приятно освежающий вино выброжено насухо то есть никаких остаточных сахаров там нету и вкус такой очень освежающий то есть вот эта легкая кислинка она именно не кислая она именно освежающие конечно вот такие светлые вина обязательно их надо пить прохладными что как только они начинают нагреваться они теряют свой такой приятный аромат но но не сразу с холодильника то есть вот если вино из холодильника ему надо немножечко постоять буквально 5-10 минут при комнатной температуре тоже нет у меня к сожалению здесь вот термометра чтобы замерить именно правильную температуру подачи но это градусов 12 вот так вот 12 14 тогда вино будет наиболее вкусным и во вкусе у него какие-то такие приятные пряные ноты в более раннем виде там прослеживались нотки ананаса сейчас конкретно в этом образце я но так ананаса не чувствую но напомню что это все перемерзало то есть вино прошло через то через что она не должно было проходить тем не менее она вкусная она оригинальная у него есть вот запах повторюсь свежего винограда а во вкусе какие-то пряности какие именно ну сложно сказать сложно описать но вкус очень только приятный гармоничный а может быть проскакивает какая-то легкая нотка зеленого грейпфрута именно зеленого но на тока очень тонкая теперь переходим к антонио великому что интересно вот я вот ставлю второй год первый год я бы делал по красному способу с выдержкой на мязге единственное чем тогда я его несколько подпортил это дубом столько дуба не надо было добавлять и столько на дубе не надо было держать но было очень интересное вино что касается его же изготовление по белому способу то те же тона которые были вот в прошлогоднем варианте они в принципе и сохранились но они более мягкие и более округлые тогда я рассказывала что вино в один какой-то момент своего размер развития имела очень ярко выраженный запах хлебушка даже не хлеба а такого батона хорошего такого жареного батончика потом эта нотка округлилась стала гораздо мягче ну вот в какой-то момент она была очень ярко выражена если охарактеризовать вообще это вино на что оно похоже но похоже на пиногречо очень сильно по вкусу что касается вкуса очень сложно описать вот на на что действительно похоже как бы извинной классики я вам сказала но вкус у него очень освежающий тоже легкая кислинка легкие ароматы долгое послевкусие и вот у образца по белому в какой-то момент его развитие тоже были легкие это на вот этой жареной греночки ну вот сегодня их нету абсолютно этого аромата нету а больше таки фруктовые нотки кстати касательно конкретно вот этого вина и такая маленькая история моя мама алкогольные напитки употребляет достаточно редко по определенным причинам в том числе и со здоровьем употребляет их с большой аккуратности ну и конечно мама не сказать что там сильно разбирается винах и мама не любит сухие вина как и многие другие люди потому что они кислые и вот вино из антония великого это любимое вино моей мамы когда мы вот я привезла образец она попробовала говорит знаешь вот вот это мне вкусно вот такое вино я бы пила ну если мама так сказала значит ну это это действительно классно потому что в первую очередь мы вино делаем для себя и для своих близких и я считаю что ну наверное это самая лучшая похвала конкретно этому вину несмотря на то что антоний великий вообще столовый сорт тем не менее вот да я его использую для приготовления вина у него очень много сока у него очень хорошая сокодача и вот два сезона я делаю ну мне очень нравится конечно можно не заморачиваться вот именно сложностями с белым способом потому что там есть определенные проблемы от прессовать все это а можно делать и по красному способу единственного я вам уже сказала в начале когда рассказывал про это вино что дуба ему не нужно это была моя ошибка так делать не стоит а вот кстати знаете пока рассказал про антони великий вот прибалты постояли и теперь у них пошел запах ананаса такое бывает что касается высокоароматичных прибалтийских сортов то вино из них оно может быть очень ароматным но это вино с характером иногда ты его открываешь и думаешь что вообще происходит где где вся эта палитра запахов палитра вкусов и всего остального ее вдруг не оказывается но стоит ему немножко постоять на воздухе немножко подумать поразмыслить и она раскрывается и вот сейчас сразу я открыла запаха вообще никакого не было потом пошел немножко такой легкий аромат свежего винограда а сейчас уже явно прослеживается вот тот у нас например который ярко чувствуется в целое вот сейчас он тоже здесь слышен ну и по вкусу она округляется но становится более таким богатым по вкусу более ароматным поэтому с прибалтами когда работаете то имейте это ввиду это их особенность еще такая интересная особенность но по светлое вина у них могут быть проблемы с осветлением вот конкретно антони великий он как бы честно говорю осветляется не очень хорошо но напомню что я не использую никаких фильтров единственное что я иногда использую это желатину ну и то если бы у меня хватало терпения все это поставить и оставить в покое может быть она бы осветлилась сама что касается прибалтов в прошлом году я ну вот ставила их белую смесь отдельно супагу я ставила закваску так вот закваской супаги в прошлогодних роликах это есть я показывала те кто регулярно меня смотрит об этом знают я показывала закваску супаги и она была кристально прозрачная вот ровно с такой же прозрачностью и это еще было бродящее сусло то есть вот супага она осветляется ну просто супер но мы теперь сами переходим к розовому образцу вот смотрите это розовый образец цвет ушел немножко в такой желтоватый тоже вы видите его темнее потому что сейчас уже солнышко к сожалению садится вот но цвет такой более желтый не розовый не ярко розовым о чем это говорит напомню вино перемерзло и вот розовый образец он окислился именно в таком варианте когда цвет меняется это происходит окисление но позвольте заметить одну такую вещь что если пройтись по прилавкам магазинов и посмотреть на розовый вина то такой цвет найти абсолютно не проблема таких цветов достаточно много встречается но увидите если вот на белые образцы мороз не повлиял и в принципе если вы почитаете в интернете информацию правом если вот вино перемерзло превратилась лед а я все плохо практика показывает что не так уж и плохо вот но до цвет я помню просто прошлогодние когда я и ставила правда все вместе белые и розовые это была одна смесь прибалтийских сортов там вино было именно такое более ярко розовое другой оттенок запах запах клубника но вот во вкусе все таки немножко слышится вот этот тон окисления еще моя немножко ошибка это в последнем бутылкам она стояла в тепле вот ее тоже надо немножко охладить градусов 12-14 именно в таком варианте но оно становится приятнее и вкуснее после вкусе и присутствуют хлебные нотки а так его по вкусу прослеживается запах более яркий во вкусе она меньше клубничка но клубничка такая более скажем так не свежая а ближе к вот типа варенье пяти минутки то есть это говорит о том что вином да она стареет это действительно так я этого и не скрываю но этому есть причины во первых вот это вот перемерзание сильно дало себе знать ну и в принципе такое вино скорее всего что лучше выпивать молодым а такие уваренные вкусы говорят о том что вино уже в принципе отжило свое не значит что оно плохое и в общем можно выпить и самое время это сделать уже дальше и держать его не следует но вот образец которые предыдущего года который был уже выпит когда все вместе смесь ставила год еще вот через год и вино было вкусно вино было сохранял полностью свои ароматы свой цвет но вот этим летом мы открыли уже вино как бы которому было два года и и уже оно было приблизительно вот такое но те люди которые не знали что как бы в принципе вино уже отжило своем им показалось оно очень вкусным но лично я знаю просто какое оно было в более молодом возрасте в более молодом возрасте конечно оно было вкуснее как резюме ароматные сорта вообще вот год хорошо дальше ну как повезет может быть и не стоит их держать я думаю что если бы я попробовала антоний великий подержать дольше то вот он он постоит он постоит и он будет вкусным будет развиваться вот эти высокоароматные прибалты белые розовые пока под вопросом то есть вот но год они точно себя прекрасно чувствуют и впрочем чего их сильно долго держать на есть у нас вино можно его и выпивать и еще такой момент в прошлом году в прошлом сезоне я пробовала их использовать его игристые вина ставила я тогда с них 15 и даже не чисто с них а с вторичного вина сделанного на выженках этим этих самых прибалтов результат был просто просто вау это был такой фруктовый букет невероятно вкусно и игристое ну вообще классно этому пузырек был хороший мягкий и аромат был замечательным я бы сказала что это шедевр и и я думаю что в этом сезоне всех вот и высокороматичных прибалтов я их всех как раз таки пущу на пятна ты потому что а в таком варианте они просто идеальны получается сногсшибательный напиток в хорошем смысле этого слова сногсшибательный по вкусу а не в каким-то там воздействием на наше сознание но так еще если по больше распробовать вкус вот немножко привкусы модера идут ну как раз таки этих тонов окисления ну что ж так бывает конечно если бы не было вот этого перемерзлости я думаю что она еще бы постояла впрочем повторюсь не всегда у нас такие объемы и такие запасы чтобы все это долго хранить есть хороший продукт и можно его употреблять на сегодня это все что я хотела вам рассказать большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно вас буду держать в курсе что из каких сортов я буду делать в этом сезоне под видео нажав кнопку еще оставляю ссылки на другие полезные видео а также ссылку на каталог наших сортов и награды и мои контакты и до новых встреч